Всем привет-привет, добро пожаловать в новый влог. У нас сейчас вечер, обычно я начинаю снимать утром, но если я этого не сделаю сейчас, то боюсь, что у меня просто-напросто не будет начала видео. Я уже активно готовлюсь к Пасхе, начала это делать заранее, и Пасха уже через несколько дней, так что у меня тут движ не то слово. Слушайте, купила несколько вещей для дома, давайте я вам покажу. Во-первых, вот такую корзинку, у мальчиков они отдельные, потому что они дерутся, спорят, кто будет нести, это всегда плохо заканчивается, и одна корзинка разломана, в общем, пришлось обновить. Похожие были в пепку, но свою я купила на оптовом цветочном рынке. В Польше принято класть что-то на дно корзинки, как-то ее немножко украшать цветами, веточками, и потом это все еще и прикрывают какой-то салфеткой. Моя мама очень красиво вяжет крючком, у меня есть и салфетки на стол от мамы, и салфеточки, которые она специально вязала для нас, для пасхальных корзинок, но Игнат нес свою корзинку, подул ветер, салфетка улетела, он не заметил, я тоже, короче, одной не хватало, а мама сейчас уехала, поэтому я купила салфетку ручной работы на Аллегро, она сразу накрахмаленная, и потом соберу корзинку, покажу вам, что находится там, и какие у меня получились в этом году. Хотя у нас как-то так сложилось, что наполнение всегда, практически всегда одно и то же. Колбаска, хрен, мы посмотрим потом, если не забуду. И также я заказала на Аллегро вот такую дорожку на стол, мне показалось, что она очень весенняя, позитивная, такая уютная, домашняя, не что-то, знаете, такое монотонное и однотонное, супер стильное, но как-то это семейный праздник, очень светлый, и хочется прямо красок. За окном сейчас снег, не поверите, я в шоке. Я ждала его зимой, зимой его практически не было, а тут, на тебе, в апреле. И также в такой же расцветке были наволочки для подушек. И я подумала, что для разнообразия пусть побудут эти, хотя бы на праздник. Здесь много разных цветов, поэтому будет красиво смотреться совсем, что бы я ни поставила из декорации, но их будет немного. И еще у этого же продавца я увидела вот такую дорожку, она уже не такая пестрая. Подождите, это очень неожиданно. Я такого не припоминаю. Но у нас первый день праздников, Пасхи, потом второй, и обычно дорожка пачкается, не успевает высыхать, так что на второй день я положу вот эту. Или, ну не знаю, я еще точно не решила, но точно мне это все пригодится. Забежала в Юск, еще и так удачно, мне как раз не хватало вот таких ложек для салатов в золоте. У меня есть такой праздничный набор под золото, и там нет больших ложек. Так что здорово. Я, конечно, мастер потерять многоразовые мешочки для овощей, для фруктов, которые я стараюсь возить с собой, чтобы еще больше ограничить количество вот этих пластиковых пакетов. Но заметила, что у меня больше нет ни одного, а тут Пепко как раз попались, хлопковые. И потом здорово в них хранить овощи даже где-то дома. Они дышат, не запревают, и меньше все портится. Ставки, господа, как долго они будут у меня, или я снова их где-то посею. В Пепко была очень красивая коллекция такая с домашними штучками, натуральные цвета, очень стильно это выглядит. И у меня как раз не было такой щетки большой и с ручкой удобной. В общем, взяла еще и щетку. В кухне мне не хватало маленьких ситечек. Это я встретила в магазине Тедди. Я знаю, что все эти магазины есть в Европе. И там действительно недорогие вещи. Вот за 1 евро взяла 2 ситечка. Вы, наверное, смотрели. А если нет, то рекомендую видео с идеями завтраков. И там как раз я использовала большое ситечко для яиц. Теперь у меня есть маленькие, но не только для яиц. Ну и самое нужное перед Пасхой это метелка с длинной ручкой. Смешно? Ну да, наверное, немножко. У меня просто были только с короткой. Это не очень удобно. В общем, можете меня поздравить. Теперь мне будет удобно убираться. Что может быть прекраснее мокрого снега перед Пасхой? Не правда ли? Ну ничего. Говорят, что через неделю после Пасхи должно потеплеть. И вроде как это хороший знак. Пусть так и будет. Девочки, смотрите, что приключилось с моей декорацией, которую я делала в прошлый раз. У нас мороз, поэтому мы занесли ее домой. И некоторым цветам здесь настолько сильно понравилось, что нарциссы вымахали больше, чем все остальное. Желтые как-то немножко отцвели и приуныли. Гиацинт тоже зацвел. Там два цветка таких розовых. И разрослись ромашки или как они там, маргаритки. Вы знаете, что я не ботаник. Я вообще не разбираюсь в растениях. Желтый цветок уже тоже один раз отцвел и выпускает новые бутоны, которые как раз на Пасху распустятся. Даже немножко как будто зайчик потерялся во всем этом. Но королевские нарциссы меня, однако, удивили. Они, между прочим, так пахнут. Вообще класс. А я такие нашла букшпан. Вы писали, что это вроде как самшит. И купила некоторые веточки пораньше, чтобы успеть сделать декорацию на стол. И посмотрите, часть завяла. Я в шоке. И осыпается. При том, что меня уверяли, что оно будет долго стоять. Не переживайте. И на столе тоже засохнет красиво. Но что-то как-то не очень. Только знаете, что у меня слегка не хватает уверенности в себе. Потому что я вот таким никогда не занималась. И не уверена, что у меня выйдет. Иногда мне кажется, что вы в меня верите больше, чем я сама. Как всегда, не знаю, что конкретно выйдет. Но я заранее... Ох, какое тяжелое я. Удивлена. Это вот такие блоки. Они продаются во всех магазинах для флористов. Ну, у нас, я вам говорила, на цветочном рынке можно купить. Короче, это типа как пенка. Видите, она продавливается. Ее легко можно разрезать. И вообще поместить в любую форму. Но я намочила ее в воде. Вот прям оставила где-то часа на два, наверное. Потому что монтировала. И все хорошо впитала в воду. И сюда буду вставлять веточки. И потом буду доливать воду. Вот этот блок. И цветы будут получать влагу. До Пасхи несколько дней. Короче, давайте начинать. Я не знаю, правда не знаю, что из этого выйдет. Я всегда с восхищением смотрела на людей. Особенно не профессионалов, которые сами создают какие-то декорации. Какие-то композиции. Потому что настоящие флористы, которые во всем этом разбираются. Они имеют свои хитрости, свои правила. Какие-то тонкости работы с растениями, которые мне неизвестны. Но которые мне хотелось бы узнать. Я бы вообще с удовольствием прошла курс по флористике. Не для того, чтобы работать в этой сфере. А чисто для себя. Потому что каким-то странным образом сейчас вот работа с цветами, с растениями, даже с землей. Меня по-настоящему расслабляет, увлекает. И конечно, если бы мне нужно было это делать из-под палки. Если бы была какая-то обязанность, не в удовольствии. Я бы не получила такого кайфа от процесса. Я вообще забываю обо всем. И все делаю интуитивно. Я не смотрела никаких уроков. Я просто старалась сделать так, чтобы мои композиции, мои цветы как можно дольше сохранились. И радовали нас. Спустя какое-то время, пока у нас все стоит, я могу сказать, что все мои декорации хорошо сохранились. И вот этот самшит это просто идеальная вещь для пасхальных декораций. Потому что он в принципе такой устойчивый. И он хорошо переносит морозы, холод, дождь, ветер. Именно поэтому его выбирают в качестве живой изгороди. И зимой он вот такой зеленый, насыщенного цвета. И когда ранняя пасха еще все не успевает распуститься, то хочется вот этой зелени. И самшит это идеальный вариант. Отправляешься в сад здесь, в Польшу. Нарезаешь несколько веточек. Найдешь где-то котики, сухоцветы с прошлого лета. Или можно купить в каком-то цветочном магазине. И будет тебе счастье. Как видите, я стараюсь выкладывать вот эти веточки таким образом, чтобы они не торчали кверху. А вот так как бы немножечко раскладывались по сторонам. Чтобы композиция получилась объемной, но не слишком высокой. И посередине я оставила место для того, чтобы вставить туда какую-то декорацию. Типа керамическую или же свечу. Я покажу вам несколько вариантов. Несмотря на то, что губка, в которую я вставляла веточки и цветы, достаточно хрупкая. Она не рассыпалась, не раскрошилась ни во время самого процесса, ни после. И я чуть-чуть доливаю воду, и до сих пор все стоит. Сюда также прекрасно вписалась гипсофила. Можно использовать эвкалипт. Но у меня было несколько веточек, и мне показалось, что этого будет недостаточно. Можете взять какие-то колоски, все что угодно. Разрешите своей фантазии разгуляться. И я до конца не могла определиться, какое же керамическое яйцо оставить. Поэтому показываю вам несколько опций. Первое с белым керамическим яйцом. Оно чуть меньше. Я его покупала в Пепко, и я ничем его не клеила. Поставила, и оно нормально держится. Но при желании можно все это приклеить на горячий клей. Второй вариант со свечой. Берем любой подсветник. Этот я буду использовать на пасхальном столе. Помещаем туда тилайт. И тоже выглядит очень симпатично. Наверное, в следующем году буду делать со свечой. Или же можно взять какое-то цветное яйцо, которое будет подходить к общей тематике. У меня вот такое желтое, которое сохранилось с прошлого года. Я обычно разбираю частично то, что я создаю. Что-то выбрасываю, а что-то оставляю и потом еще куда-то внедряю. У меня мало что стоит без дела. Я такой хомяк, который любит все приберечь. И не зря, как видите. А можно взять свечу в виде яйца. Вот такая красота у меня получилась. И переставлю ее в другое место. Иногда мне кажется, что когда я начинаю копошиться, то меня уже не остановить. И так как у меня много всего, не могу сказать, где и что покупала. Часть помню, часть лежит давно. И я из года в год достаю и что-то придумываю. Поэтому сейчас мы с вами сделаем еще одну декорацию. Тем более, что предыдущая получилась слишком большой на стол. Нам необходима любая стеклянная емкость. Красивее будет смотреться именно в стекле. Это миска для салата. Она из пепка. Там были еще такие деревянные детали. Йо, ты моя помощница. Ты всегда тут где-то рядом. Поэтому берите большую или маленькую. Какую захотите. У меня есть такая миска. Поэтому буду творить здесь. Также я недавно делала блинчики. Сохранила скорлупу яичную. Вот как-то постаралась ее разбить неровно. Еще белые цветы и вот такие. По-польски это братки. По-польски я знаю, как это называется. Но на других языках вообще без понятия. Здесь у меня еще и пластиковые яйца. Юки. Что надо? Помогать мне будешь? А, и еще камушки. Камушки. Вот такие из магазина Тедди, наверное. Вот эти из Икеи. Это остатки чего-то, что, по-моему, давали в школе Игнату, когда был карантин. Мы сидели дома, но все равно делали все поделки. Мох, еще яйца, перья и сено. Юки всегда где-то со мной рядом. Даже если она не появляется в кадре. Иногда слышно, как она дышит. Или видны какие-то лапки, уши и так далее. Но она всегда где-то недалеко. Сначала я высыпаю камушки. Не обязательно разные. Даже мне больше нравится, когда это в одном цвете или одного размера камни. И здорово, когда появляется такой один слой. Он потом будет заметен через вот это стекло и смотрится очень красиво. Далее располагаю мох, какую-то зелень именно у бортиков миски, потому что внутрь я вставляю свои цветы. И хорошо их фиксирую так плотненько друг к другу, чтобы земля не рассыпалась. Потому что им же все-таки надо расти. Без земли они засохнут. Ну, это мне так кажется. И потом получается корни и земля не будет видна. А вам со стороны будет заметен мох, кора. И можно добавить еще что-то в виде яичной скорлупы или искусственных яиц. Я намиксовала. И еще потом добавлю одну керамическую фигурку. Вот что у меня получилось в итоге. Пожалуй, это самое простое, что я когда-либо делала. И по факту из подручных средств. Цветочки еще распустятся. Вот эти голубые вырастут. Будет супер. Так как у нас целых 6 дней выходных и очень много работы, то мы с Томаком делим наши обязанности и домашние, и что-то, что касается детей. Вот, например, сегодня я полдня была с ними. Потом он освободился с работы. И куда-то их там забрал. А я спокойно, не торопясь, села, продумала, что я буду готовить. Ставила список продуктов. Отправилась в магазин. И купила все, что надо. Ничего лишнего. Все масштабные праздники проходят у нас дома. Так сложилось исторически, можно сказать. Меня это совершенно не напрягает. И я люблю принимать гостей. И праздники для меня это то время, когда я могу и попробовать сделать что-то новое. Как, например, декорации. Мне это очень нравится. Я не флорист, я не великий декоратор. Но мне все это дико интересно. И также я могу приготовить что-то нетипичное. Что-то, что я не готовлю каждый день. Какую-то выпечку даже. Это то, что не так часто случается. Не каждую неделю выпекаю какие-то торты или делаю что-то такое. Поэтому мне тоже интересно погрузиться в этот процесс. И даже испытать новые рецепты. Или которые у меня были. Или которые я где-то нашла. Иногда я делаю что-то на глаз. И получается вкусно. Но отфу-то втфу. У меня еще ни разу не было такого, чтобы вообще приходят гости. А у меня ничего не вышло. И нечем их накормить. Так что, если я только чувствую себя нормально, то вообще хорошо. И также этот месяц будет довольно сложным. Морально все обязательно будет хорошо. Но операция мужа состоится гораздо быстрее, чем мы думали изначально. Сейчас, наверное, не буду говорить, когда именно. Но прям тоже с дня на день. И день рождения Игната. И знаете, и праздники. И что-то важное, что нужно сделать. И ему, кстати, не нужна вот эта полостная операция. Или как это называется, как делали Захарчику. Когда разрезают всю грудную клетку. Ему как-то там по-другому это будут делать. Так что и процесс восстановления пройдет легче и лучше. И сама операция не настолько инвазивная. Так что уже хорошо. Уже очень рады. И вы спрашивали меня, или даже не спрашивали, а скорее это была такая претензия, такой немножко едкий комментарий, как можно было узнать о пороке сердца случайно. Он наблюдал по себе, что у него сердце, вот так знаете, очень быстро бьется. Но это не аритмия. И это не случается прям, не случалось, точнее, слишком часто. И когда он ходил на обследование, все такие, типа, да нет, все нормально. А потом он пошел на это ежегодное обследование с работы, как я вам говорила. И у него спрашивают, как вы себя чувствуете? Он нормально. А тогда на кардиограмме показался вот этот порок, или это эхо сердца было, ну какое-то из обследований сердца. И потом он еще раз пошел на обследование, тоже говорит, что он чувствует себя нормально. И снова вот эти аппараты, которым обследует сердце, показали, что сердце неправильно работает. И его вот помещали в больницу на 4 дня. Его специально нагружали, там, на беговую дорожку ставили, садили на велосипед, заставляли много ходить. Он и спал, и вообще весь день активно проводил с этими всеми датчиками. Он ходил весь в проводах для того, чтобы зафиксировать момент, когда вот у него так сердце выскакивает из груди. И это не случилось. А потом он вышел, мы праздновали день рождения Захара, и у него это снова включилось. И он говорит, что вот эти приступы начали учащаться в последние годы. Поэтому он уже понимал, что операция ему необходима. И ему поставили диагноз еще раньше, там, просто сейчас в больнице проверяли кровь, и хотели поймать вот этот момент, знаете, такой самый жесткий именно на сердце. Но это не произошло, и пока они не доберутся до самого сердца, они не будут знать, насколько все сложно. Потому что даже когда он чувствует себя нормально, все равно на обследованиях показывается, что вот эти приступы случаются, просто они не настолько сильные. И ему тоже сказали, что вы как бы тоже не молодеете, поэтому сейчас может быть все хорошо, а через пару лет или через 10 лет это ваше сердце просто-напросто может не выдержать. И вы не перенесете какой-то сильный приступ. Так что ситуация серьезная, но поправимая, и все будет хорошо. И главное, что доктора знают, что с этим делать, и что в этом году мы закроем этот вопрос. Вот так. Видите, как всегда в жизни и праздники, и что-то хорошее, позитивное, что-то доброе и светлое, такое, как Пасха, и вот такие препятствия, наверное, которые тебе подкидывает жизнь. И его мама очень сильно переживает. Она прям места себе не находит. И я ее успокаиваю, говорю, что мы будем вместе, там поедем к нему в больницу. А, кстати, в Польше, наверное, давайте я в следующий раз вам расскажу, как это все проходит в Польше, потому что там нельзя будет сидеть в больнице сколько захочется, и на ночь тоже не разрешают оставаться. И, в общем, все не так, как это было, например, когда я жила в Украине, да, что можно было быть постоянно рядом со своим близким человеком. Здесь все несколько иначе. Вот такие у нас апрельские дела и новости. Перед праздниками мне несказанно повезло, потому что Томик сделал сам генеральную уборку, и я буквально только прошлась по верхам, протерла стол, стулья после завтрака и обеда. Не переживайте, ему это не во вред, ему, наоборот, нужно вести активный образ жизни. Он и бегает, и на мотоцикле катается, он вообще гиперактивный, и ему это совершенно не вредит. Положила новую дорожку, которую я показывала вам в начале видео, а скатерть уже будет у нас самый праздничный завтрак и праздничный обед. Я забыла сказать о том, что у нас в доме сейчас в зале стоят цветы, которые вообще-то на террасе, но из-за того, что мороз и снег, нам пришлось это занести в дом, и Томик решил это не переставлять, так что у нас по-настоящему цветущий сад. И так сложилось, что и я купила свежие цветы, и он, тюльпаны, гиацинты, поэтому у нас растения уже ого-гое. Спасибо, вы мне написали, что я могу пересадить свои нарциссы, гиацинты и так далее. После того, как они отцветут, я высажу их в сад, во всяком случае и попытаюсь. Я должна признаться вам честно, что я не только не разбираюсь в цветах, и я еще и не особо умею за ними ухаживать. И даже когда написано в инструкции, что делайте так и так, и все будет окей, все равно цветы это не переживают. Это я показывала вам такие кексики маленькие, которые мы купили на благотворительной... Не распродажа, а на ярмарке в благотворительном школе. И я не буду печь пасочки, а вот эти кексики, сделанные детьми, мы будем класть в корзинке. Вот так освежила интерьер. Буквально немного, и не особо-то, и дорого. Но насколько же поднимается настроение. Глаз каждый день радуется этому виду. Покажу вам свой агрегат в работе, и как я провожу вечер. Уже начало 9-го, и я сейчас готовлю фарш для булочек. Булочек с мясом и с перловой кашей. Там еще также овощи будут. Я не знаю, я снимала рецепт или нет, но это по-польски называется паштатики. Они такие прикольные, очень вкусные. Я не впервые готовлю. Смотрите, здесь вот один этаж, где готовился фарш, варился на пару получается. Вот второй нижний этаж. Здесь морковь и вторая часть фарша. Внизу в корзинке еще и варилась перловая каша. В соленой воде очень удобно. Воду я вылила. Теперь сюда складываю лук. Такими приличными кусочками. Измельчаю его. Теперь заливаю сюда подсолнечное масло. Вот тут, блин, перелила, смотрела на камеру. Ну ничего страшного. Здесь сразу же можно все взвесить. То есть встроенные весы. И эта же штукенция все поджаривает. Заметьте, я ничего не мою. Не потому что я ленивая, потому что в этом нет необходимости. Сюда же выкладываю мясо, отваренное на пару вместе с морковкой. И буду перемалывать фарш. Вот получается перемолотое мясо. Дети там ужинают. Теперь сюда нужно добавить перловку. Дальше два белка, соль, приправы это майоран, тимьян и черный перец. Даже мешать ничего не буду. Сама. Это сделают за меня. Фарш был готов вчера, как я вам и говорила. А сегодня у меня парикмахер. Но перед ним я замесила тесто. Точнее это сделал за меня комбайн. Юки. Сейчас поставлю его в какое-то теплое место, чтобы оно выросло. Это дрожжевое тесто. Оно готовится совершенно несложно. Мука, желтки, сметана, масло, соль. Я оставлю вам подробный рецепт в инфобоксе. Мало ли, вдруг вы захотите приготовить со мной. Но у меня есть для вас еще кое-что более интересное, потому что это будет тортик без выпечки. Несколько раз я вам рассказывала о том, что польский борщ это нечто другое, чем мы привыкли, потому что он совершенно жидкий. Это как закрашенная вода с ярко выраженным вкусом. И он пьется, к нему подаются такие, типа как пельмешки с грибами или с мясом. Или же борщ подают в стакане. И, например, с крокетами. Это как блинчики в панировочных сухарях. Или чуть реже вот такие булочки с мясом. Как видите, я раскатала тесто. Я не умею раскатывать так, чтобы у меня получился идеальный прямоугольник. Поэтому я пообрезала берега. Накладываю достаточно много фарша, потому что я так больше люблю защипываю тесто. Это хорошо, оно мягкое и эластичное. Переворачиваю стороной, где вот этот шов, вниз, чтобы ничего не разъехалось. Юки двигает мой штатив. И у меня получилось очень много вот этих булочек. Мы ели их несколько дней. Они такие вкусные. Если вам не лень, то обязательно попробуйте. Я делаю небольшие булочки. Вот так нарезаю приблизительно одинакового размера. И посмотрите, какие они красивые, когда запекаются идеально ровные, даже свекровь меня похвалила. И мне было очень приятно. Гости любят приходить к нам. Они знают, что я всегда что-то выдумываю. И скажу нескромно, что готовлю я вкусно и не всегда по готовым рецептам. И тем более не всегда из термомикса. Но раз у меня есть этот прибор, то грех не пользоваться. Тем более, что там настолько разнообразная база рецептов. И очень много удачных, которые стали моими любимыми. Но это не значит, что это нельзя приготовить, если у вас его нет. Я смазываю булочки желтком и посыпаю зернами сезама. У меня есть и светлые, и вот такие темные. Это чарнушка. Она имеет такой специфический вкус. Дети ее не любят, поэтому часть я оставляю сезамом, а часть с чарнушкой. И отправляю булочки выпекаться. Первая порция готова. Сейчас буду запекать вторую. Вы себе не представляете, насколько это вкусно. У меня получилось очень много этих булочек по штатику, поэтому, пожалуй, я сегодня этим и пообедаю. А сейчас я покажу вам рецепт тортика без выпечки, который делается супер быстро. Что нам для этого необходимо? Охлажденные сливки. У меня 30% маскарпоне. 500 грамм в одной упаковке 250, так что у меня 2. Сваренная сгущенка. Это, конечно, не совсем то, к чему я привыкла, но в Польше это называется масса кровковая или же каймак. Также крекер, может быть только сладкий. В Польше это хер-ботники. Я возьму еще и второй вид соленого, потому что сочетание сладкого, соленого, сгущенки и орешков это буквально как сникерс. В Польше такой рецепт называется крувка экспрессовая, то есть сам пирог называется крувка. Но у меня будет быстрая версия. Так что я беру сладкий крекер и соленый. Еще раз скажу, что в Польше очень многие из вас сейчас смотрят меня из Польши, живут здесь временно или не временно. И вот я беру хер-ботники сладкий крекер и кракерсы это соленый крекер в Польше. И также орешки. Можно взять соленые орешки, арахис, но у меня просто поджаренные не соленые. Еще форма. Не обязательно выкладывать пергаментом дно, но я почему-то посчитала, что так будет удобнее. Вот эта форма со стеклянным дном. Я показывала вам, что покупала ее тоже на Олегро. И у нее отстегиваются берега. То есть реально удобно будет это подать. Просто отстегиваем и все. А может я даже уберу вот этот пергамент. Потому что теоретически ничего как бы не должно прилипнуть. Можно подать тоже прямо на стекле. В общем, я подумала, но на всякий случай постелила. И миска. Недавно мне написали комментарий, что Оля, я с тобой со времен красного ведра. Теперь она у меня белая, и у меня их два. А еще я вчера воспользовалась автозагаром. И тадам! Красота, правда? Сегодня целый день плюхка я усь в раковине, и все равно не отмывается. Стойкий, зараза! Сначала будем взбивать сливки. И я использую свой блендер, который уже потихоньку отправляется в мир иной, но пока что держится. Выкладываем все в какую-то отдельную емкость. Или берем вторую миску ведерка, и там взбиваем маскарпоне со сгущенкой. Сюда же отправляется сгущенка. И аккуратно соединяем. Теперь сюда выкладываем взбитые сливки и тоже осторожно перемешиваем. Вы будете меня проклинать за этот рецепт, за то, как это вкусно и калорийно, сдержаться невозможно. И начинаем выкладывать. Слушайте, у меня целая упаковка битого крекера. Но нам это не помешает. Девочки, торт просто огонь. Попробуйте обязательно. На дно я выкладываю сладкий крекер, и его нам понадобится больше. Не перебарщивайте с соленым крекером, потому что все должно быть в меру. Дальше выкладываю слой вот этой массы с маскарпоне, с битыми сливками и сгущенным молоком. И добавляю всего один слой соленого крекера. Этого вполне достаточно. Но если любите, чтобы соленый вкус ощущался больше, можете взять еще один слой. И вот так вот выкладываю все периодически. Главное, чтобы последним слоем был слой из маскарпоне, вот этого всего. Я знаю, что многие делают не так. Добавляют сахар в сливки, маскарпоне, потом сверху выливают сгущенку, но это слишком сладкое, и мне нравится именно так. Я такого рецепта не встречала нигде. Сделала по-своему и не прогадала. Пальчики оближешь. Верхний слой можно посыпать и крошкой из крекера, из соленого, кстати, будет прикольно. Или же какао. Ну, я возьму немного измельченные орешки. В моей свекрови, например, нет духовки, она в ней не нуждается, но она часто делает какие-то вот такие тортики, когда надо. Я вот хочу, чтобы прям орешки были везде, поэтому так неаккуратно насыпала, чтобы до самых берегов. Ставим в холодильник на несколько часов, он же у меня будет стоять всю ночь. И потом подаем на стол в нарезанном виде. Со вчерашнего вечера я уже подоставала тарелки, накрывала на стол. И любители спросить, где еда. Еда будет попозже, когда придут гости. Я не знаю, получится ли у меня что-то снять, потому что, когда я принимаю гостей, я вся в бегах, я стараюсь как-то еще и общаться, поэтому уж как будет. Но еда... Еда есть. Не переживайте, гости голодными не останутся. Я посыпала свой кексик сахарной пудрой, добавила немножечко веточек. Я обожаю букшпан, вроде как самшит, да. И вот эти кольца регулярно перед праздниками вы пересматриваете старые влоги. Я заказывала их на Ларри Дут. Точно так же, как вилки, ложки. Им уже получается несколько лет. У меня, наверное, 3 или 4 набора, потому что мне нужно на большое количество персон. И даже мыли в посудомойке, хотя производитель не рекомендует, и с ними все окей. Несколько кроликов, яиц и маленькие подсвечники. Для еды, конечно, сейчас места не хватает. Я потом уберу вот эту декорацию и будем наставлять все. На завтрак часть принесет моя свекровь. Как минимум салат, там какие-то соусы. В основном в Польше все такое с яйцами. И у нас из года в год повторяется. Еще вот такой прикольный кролик. Они у меня с прошлых лет, керамические. Я их очень люблю и даже не хочу покупать ничего нового. Может, на распродаже потом найду на следующий год. Мисочка пустая для яиц. Добже. Потому что яйца сварились свежие. Сейчас нужно их порезать, и в центре будет стоять соус. Еще вот смотрите, в свою декорацию я посадила кролика. У меня такой маленький есть. И он сюда хорошо вписался. А, кстати, начали распускаться мои вот эти голубые цветы. Посмотрите, какие они красивые и интересные. У меня в этом году как будто сад. Да? На столе. Потому что и зелень, и разные цвета, и белый. Белый всегда как-то так очень аккуратно и по-праздничному выглядит. Хоть золотом, хоть серебром. Со всем он смотрится гармонично. Гармонично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Съела Юкс Вкусно? Да Потихоньку я вытягивала, скажи Отлично Вот там было, да Нельзя Не, не, не Ну ничего Собачке тоже Повезло На праздники Ты у нас Любишь самообслуживание Не виновата я Вообще Я случайно обнаружила Я так тягала Я тягала себе Стандартная ситуация Гости разъехались Все убрано Вечер И я готовлюсь к следующему дню На второй день праздников Зачастую у меня чуть меньше сил И я люблю мариновать мясо Очень быстро Смешиваешь какой-то прикольный вкусный маринад Оставляешь на ночь Потом в духовку И оно само по себе готовится Для этого маринада Мне будет необходимо Соль Черный перец Оливковое масло Мед Также Розмарин Лучше взять свежий Но у меня только такой Почему-то свежий не продавался Горчица Соевый соус Тимьян И также Вот такой соус Я его всегда покупаю на Херби Если вы его вдруг не найдете То ничего страшного Можно просто соевым И у меня из мяса будет Куриное филе И свинина Из которой я сделаю отбивные Потому что дети хотели Родственник им уже никогда не против Ну и Томок Тоже А мне хочется чего-то такого полегче А не панировочных сухарей Чуть не забыла Чеснок Три очищенных зубчика Вот такой маринад у меня вышел Теперь нужно полить всем этим мясом Хорошо его обмакнуть с каждой стороны Приготовила мисочку Прикрываем чем-то Оставляем на ночь И завтра будем запекать Вот я уже запекла мяско Держала его в духовке При температуре 180 градусов Где-то 75-80 минут И это мясо Потом нарезаем Красиво подаем на листьях салата Можно посыпать гранатом Его можно подавать не только в теплом виде Но и просто в качестве ветчины На бутерброд Или порезать вот Как закуску на стол Я пошла заниматься другими делами А мясо на тарелке Постараюсь заснять чуть позже Спасибо, что были со мной в этом влоге Я надеюсь, вам было интересно Не забывайте поставить пальчик вверх С наступающими праздниками Всего вам самого доброго Светлого и мирного неба Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok